всех привет мои родные любимые сердцу моему дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео сегодня очередной раз у нас будет тема откровения апокалипсис последние времена давайте поговорим об этом на основе некоего комментария написано под моим прошлым видео апокалипсис книга книг или бесполезное откровение давайте почитаем комментарий стороннего наблюдателя почему почти все толкователи и в кавычках знающие любящие в кавычках истину игнорируют четкие и ясные слова истинно говорю вам не придет род сей как все сие будет я пер хочу сказать что вот очень часто бывает я зачитываю комментарии и мне не хочется конечно прям кого-то обижать прямо но очень часто люди может быть человек искренне вы знаете мы все разного ума какой-то логического критического мышления конечно но если человек явно не видит да тут конечно мы все друг другу помогаем мы не все сразу мы видим мы не все сразу понимаем вы вспомнить как мы учились в школах в институте и до сих пор чему-то в жизни учимся нам что-то нужно узнать кто-то там интересуется кулинарии кто-то строительством тут еще мы чему-то учимся да и конечно же если человек действительно интересуется ищет тучи учиться то пожалуйста да я всегда с радостью учу и кто вы знаете я по жизни немало людей чему-то отучил в разных сферах ко мне часто обращались я помню там научи водить машину даже прежде чем там люди шли на какие-то курсы люди обращались ко мне и я там грубо говоря учил их ездить до учил там газовать отжимать сцепление тормозить крутить баранку я был достаточно спокоен да не раздражался хотя все прекрасно знают как люди начинают ездить и так в разных сферах у меня были ученики чем я только не занимался я занимался покраска автомобиль у меня были ученики да я всегда набирал любил умел учить и в принципе я видел что люди у меня с радостью учатся да то что я могу донести сделать это в принципе с достаточно таким смирением миром хотя у человек может что-то не получаться можно что-то косячить сломать портить да но если человек искренне к чему-то стремится хочет достичь в чем-то там совершенства каких-то навыков я если могу этому научить но раз люди ко мне приходят значит видеть что я могу и я этому учу и вот конечно всесторонний наблюдатель искренний человек я пока скажу мягко что ну ты сам себя как бы показывать что ты то ли не понимаешь что что ты даже сам я очень часто приводил что люди цитируют вещи самих себя же обличающие и противоположные конечно же вот этот односторонний чтение комментариев кто знает я не какой-то там трус знаете тренирующийся только на груши который не может дать сдачи пожалуйста я всех приглашаю на свой канал ну или образно говоря мы можем не выкладывать можем выкладывать эти беседы это могут быть беседы в духе в мирном в любви в радости поделиться засвидетельствовать какое-то добро или благо в жизни человека произошедшее можем поговорить поразмышлять если кого-то интересует какие-то вопросы хочет вместе со мной вот да у него есть вопросы может быть он даже не думать что он не прав или ошибается он вот вот так бы просто говорил я бы его поправлял дам или наоборот можем как-то скажем вместе поискать истину ну я в этом не нуждаюсь уже давно говорил но мы можем поразмышлять поговорить и так скажем на равных до взрослый человек умный он и с ребенком будет говорить уже как со взрослым и учить его до можем подебатировать подискутировать можем даже поспорить ну конечно без перехода на личности и когда от меня слышу такие слова как глупые неразумные то вы знаете вся библия переполнена такими словами и сказал безумный в сердце своем нет бога дам и господь говорил безумные и слепые вожди слепых при этом иисус говорил кто скажет человеку дурак да то есть то дело идет вкладываем в это оскорбление или мы просто констатируем факт до уровня развития человека и я вот хочу конечно сторонним наблюдателю сказать что здесь желание мы конечно можем общаться потому что конечно же может быть каждый что-то я сам всегда произносил эту великую фразу мудрецов мне все-таки длинные предисловия уж извините я какой есть да кому не нравится пожалуйста вольному воле я привык такие ролики записывать до раскрывать тему в совокупе и даже такие нюансы и я сам говорил эту фразу великих повторял и сам ею придерживаюсь что я в ответе только за то что я сказал но не за то как вы меня поняли да и конечно же я сам читаю особенно односторонние комментарии так скажем которые в которых нет ни интонации не эмоции в которых я не могу задать какие-то уточняющие вопросы да то есть я понимаю как я понимаю может быть вы вкладываете надо что-то другое но читая ваши мысли как вы их изложили да я их понял вот так вот точно так же как и вы конечно иногда меня понимаете превратно по сути просто потому что вы так понимаете не потому что я в это вкладывал такой смысл это тоже очень важно понимать ну как я сказал что в принципе я к себе это отношу и к другим соответственно поэтому я тоже буду читать как я понимаю и вот я вижу что сторонний наблюдатель сейчас будет давать ссылки и свои просто мысли и они просто ну логически сами себе противоречат давайте еще раз прочитаем то что мы с вами уже прочитали ну знающим в кавычках и истину в кавычках я почему это на личный счет принимают человек же пишет ну как всегда скрываясь под аватаркой и непонятным логином кто бы если тыкает меня про логин христолюба веган то всем говорю по сути это мое имя и ближайшее время я планирую официально поменять свое имя на христолюбно веганом и и и вот человек конечно же пишет под моим роликом до этот комментарий толка намекая или толстый на то что это я знающий в кавычках истину да и приводит цитату из матфея цитату господа иисуса христа бога нашего творца и создателя который говорил истинно говорю вам не придет род сей как все сие будет давайте сразу прочтем но потом вернемся именно к этой мысли говорю вам тайну не всем умрем но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными а мы изменимся при этом эти толкователи это ну меня имеет виду тоже постоянно открыт открывают седьмину отрывают седьмину от седьмин что вообще ни в какую логику не укладывается это вот сторонний наблюдатель мне о логике рассказывать сейчас я по косточкам разберу его комментарии на логически в то время как описанный антихрист прекрасно похож на нейронок в первом веке который столько же времени угнетал христиан и прекратил жертвы в храме заставляя всех поклоняться себе последнее предложение мы еще оставим она уже будет его личным измышлением и вот мы разбираем с вами по полочкам каждую цитату то есть вы видите сторонний наблюдатель считает что последние времена это вообще иисус говорил о временях своих учеников и якобы тот же самый нейрон а времени гонений что нейрон это есть антихрист который отменил жертву храме и призывал или при принуждал поклоняться себе ну кого призывал кто не призывал принуждал поклоняться себе разбираем по косточкам все что сторонний наблюдатель здесь нагородил истинно говорю вам не придет рот сей как все сие будет я уберу вас комментарии давайте посозерцаем меня любимого и красивого для кого-то да что означает рот сей я всегда обращал внимание на то как мы читаем библию неважно в каком переводе точнее или важно наоборот да ну неважно я между что любой перевод возьми это слова а важно в том плане как мы их читаем что такое рот есть рот млекопитающих есть человеческий рот есть нечеловеческий животный рот рот позвоночных рот млекопитающих рот рот там горд хордовых каких-то еще 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 что такое рот разве под родом иисус имел ввиду поколением более того даже нам перевели так можно неправильно перевели ну вот именно так непонятно что каждый делает отсюда свои выводы мы должны включить как комментатор говорит логику здравый смысл критику контекстальное контекстное мышление через призму всего евангелия которая явил нам иисус христос через призму нового завета через призму вообще библии и от книги откровения которые являют частью библии еще действительно собственных мозгов внешнего наблюдения внешне настоящего мира в котором мы сейчас уже живем разве иисус говорил о роде именно а как поколение своих учеников а сколько это лет поколение 5 10 15 20 25 30 40 50 что такое поколение даже ну як мы знаем сто годами отсчитывается а что такое поколение есть разные определение слово даже поколение кто-то считает что это ну 20 лет возраста среднего ребенка до выросшего взрослого человека кто-то считает что и поколение это пять лет пятилетка есть кто считает что 10 лет и сам же этот комментатор я вам уже не буду открывать я вам показал комментарии можете на паузу сюда поставить его посмотреть он же одно за другим цитирует говорю вам тайну это слова апостолу павла из первого послания коринфянам с 15 главе где он кстати кто знает о чем идет речь вот цитирует а понимает ли человек если я спрошу о чем вообще там речь идет я знаю новый завет как и всю библию практически дословные я ее знаю контекстуально контекстно как хотите пятнадцатая глава павел причем как вообще послание коринфянам кто понимает собран она собран как будто из отдельных отрывочков на разные темы ну хотя достаточно логически поэтому есть разные теории гипотезы что это павел и много писем писал или кто-то это собрал уже даже эти два сом два послания либо действительно павел так писал ну кто-то если собрал есть в них и логически такая достаточно цепочка 15 глава идет обличение павла в том что в коринфской церкви которую сам он родил во христе насадил до оказывается уже учат без него давным-давно о том что иисус не воскресал и нет вообще никакого воскресения в церкви христовый которую павел насадил процветает цветет прям ярким цветом что атеизм обычный атеизм в общем понимании человек не бессмертен то что то изм в основном стоит на том что человек это до кусок биоматерии который появляется исчезает в никуда и в церкви учат о том что христос не воскресал и никто не воскреснет и павел ну так скажем и выражаемся тем языком как современным реальных имеем библия поддельно на главы на стихи 15 глава кто знает она вся посвящена именно там начала немножко такой переходное она посвящена тому что павел как бы обличает свою собственную церковь тех учителей которые там появились еретиков прямым смыслом слова да что если это там же он пишет если христос не воскрес то вера наша тщетна если христос не воскрес то зачем мы целыми днями все вот это терпим проповедуем терпим гонения он там там он именно пишет что он каждый день живет как приговоренный к смерти ну там такой синодальное выражение каждый день умираю да по вся дни умираю церковно-славянском там то есть он как я живу как приговоренный к смерти у меня каждый что иудей пытается задолбить что язычники да там гонения там гонения все живут мы живем как приговоренный к смерти зачем ешь пей веселись или завтра умрем это все именно из этой 15 главы там павел действительно дает вот это говорю вам тайну да и вот человек этот комментатор сторонний наблюдатель дать ему еще раз текст все-таки покажу приводит еще раз говорю вам тайну да эти слова 15 51 52 уже заканчивается очень большая глава достаточно не все мы умрем но все изменимся вдруг в мгновение ока как при последней трубе ибо вы струбит и мертвые воскреснут нетленными а мы изменимся слушайте мои дорогие кто слушает этот ролик но рассудите я всегда говорю между мной и комментатором комментатор назвал меня меня в принципе всех таких как я толковать или в кавычках знающих истину что мы игнорируем четкие ясные слова и несем ахинею ну я добавлю еще расширю комментарий и приводит сам слова из писания которые обла обличают его собственную глупость ибо от слов своих действительно осудишься от слов своих оправдаешься и приводит аргумент в пользу как раз таких знающих истину толкователей а мне отходится если бы мы в дебатах вели или в размышлениях разговоров но это по большей части были бы дебаты потому что да против стороннего наблюдателя был бы знающий истину толковать или христолюб а павел вас изменился мертвые воскресли нетленными а где этим и где эти горцы помните есть горец этот смехов как этот мир забыл как актер это зовут известного по кабельному показываю где эти бессмертные люди воскресшие нетленными или они восхитились на небеса уже как церковь христова а где описан хотя бы тогда это ладно суша не если они воскресли павел изменился как и все кто дождались где об этом он в книге деяний об этом прочитал книги я не написано что уж как там закончили конечно многие апостолы на вообще не ясно да мы в основном только знаем на таком как побитым камнями стефани теми же сами иудеями как даже закончил павел мы не знаем книга деяний оставляет нас в неведении таких принципе с одной стороны для нас важных и величайших событиях я бы сторонний наблюдатель да задал вопрос ты знаешь что случилось с автором вот это вот послание апостолом павлом он же написал что мертвые воскреснут нетленными а мы изменимся в нетлении и где у тебя хоть один аргумент пупавел по изменение в нетлении написал хоть одно послание есть послание пишет ребята аллилуйя халлилуйя мы вас к мы изменились и мертвые воскресли мы теперь тусуемся мы летим на облачке на встречу к своему жениху где вот ты приводишь цитату из послания апостола павла как раз который говорит о том что ничего этого еще не настало более того я всегда привожу все эти сейчас мы дальше конечно я постараюсь плавненько развить свою мысль мы сейчас вернемся к современным апокалиптикам которые сегодня вы видите дату у меня всегда на экране сейчас осталось то 7 29 на 9 понедельник сентябрь 2020 года 21 число 20 числа это вчерашний день многие сектанты пытались вознестись навстречу господу на воздухе на воздухе да на воздух по воздуху насколько я знаю все они остались на этой грешной земле мы сейчас к ним дойдем павел ошибался да потому что сам иисус действительно говорил не знаете ни времени сроков более того когда иисус уходил растворялся в облаке возносился туда откуда и пришел все прекрасно кто знает евангелие должны помнить речь учеников иисуса когда все горе господи не в это ли время устрояешь царствие что он сказал не ваше дело знать времена и сроки ваше дело отвернувшись себя взяв крест следовать за мной что это значит любя все все божье творение всего меня во всем моем проявлении в этом мире люди животных и природе идти не задумываясь о том когда я и куда приду когда приду в об этом узнать это будет как молния это произошло где-нибудь эти события описаны заметьте еще раз фразу стороннего наблюдателя почему все эти толкователи знающие любящие истину игнорируют четкие ясные слова слушайте но у меня к тебе такая же прямая претензия тут твой же кирпич бросаю тебе обратно а ты почему их игнорируешь где они исполнились где павел изменился где все христиане воскресли из мертвых где это событие описано с чего ты взял что оно произошло хорошо мы сейчас доберемся ты нейрона сравнил с антихристом почему ты сам не прокомментировал свою собственную ссылку ты же ее просто привел и она самого тебя разоблачает потому что ты ты никакой аналогии не привел то есть вы заметите как вы пишете вот где вот у этого человека он претендует на логику он написал что это еще на логику претендует и обвинил меня что я нелогичен где твоя логика вы приводите цитату раскроете эту тему ты не раскрыл ты просто привел цитату и забыл про нее в этой цитате не об антихристе находилась ты не привел пример где павел говорит из второго послания фессалоникийцам где он рассказывает о сыне погибели что вот именно все это не настанет сейчас мы к этому я потихоньку подвожу к дальнейшему твоему бреду который ты пишешь что павел как раз уже фессалоникийской церкви я ведь вам всю предысторию рассказываю можете все мои слова проверить пересчитав целиком послание того человека которую писал иначе вы ничего не поймете павел пишет первое послание где в первом послании пишет фессалоникийскую церковь аналогичную вещь что он кстати как он пишет говорил до этого уста аналогичную вещь в первом послании коринфянам все слово в слово практически пишет что все мы до изменимся и встретим будем возноситься на встречу господу на воздухе при явлении нашего жениха второе послание узнав о том что уже в фессалоникийской церкви появляются учителя которые говорят все уже было вот точно такие же вот такие сторонние наблюдатели появлялись фессалоникийской церкви такие которые сейчас мы затронем вчера возносились 20 сентября двадцатого года на воздухе встречу своему жениху и никуда не вознеслись вот такие уже возносители появились еще и фессалоникийской церкви 2020 лет тому назад ну 20 это прям рождество христово образно будем говорить две тысячи лет тому назад и павел пишет второе послание вдогонку к первому чтобы у людей мозги стали на месте и второе послание ну в частности можно вырвать вторую главу но естественно надо прочитать целиком где павел пишет вы что тук-тук откройте сколько раз ведь мы вам устно об этом горели теперь я вам пишу что не надо соблазняться ни от слов не от духа там не об этих лживых пророчествах ибо если эти пророки говорят и не делают лживы эти пророки вот все эти которые проповедовали вознесение очередное вознесение 20 сентября 2020 года где вы все вы все лживые пророки и павел им пишет что все это не сбудется пока не придет сын погибели и который сядет на святом месте в храме божьем храм божьим в еврейском народе тем более в пас фуго апостолов было только одно понимание в иудаизме есть только один храм божий ну как во всем еврействе а уж тем более в иудаизме а павел был иудеи из иудеев фарисеи с фарисеев где он сядет в храме божьем ты приводишь пример нерона что-то пишешь о нейроне ну что что гонения были который столько времени угнетал христиан и прекратил жертвы в храме заставляя всех поклоняться себе во первых я рекомендую тебе обратиться ты можешь не верить но ты же сам ссылаешься на эту историю на современную на как ее назвать ортодоксальную да то есть ну современную какую есть эта история ты говоришь о нейроне храм иерусалиме разрушил не нейрон я даже не буду называть имени что ты потрудился и узнал нейрон то есть ты обманываешь даже на основе той истории которую ты либо не изучил не нейрон разрушил храм в юрусалиме и цель кстати разрушение храма в юрусалиме было вообще не прекращение жертв если ты не в курсе то римская империя когда захватывала соседние земли в принципе она не сильно то угнетала нормальные правители которые даже европе объединяют свои свою империю расширяя и захватывая конечно же с одной стороны чужие территории соседские территории но потом они там ведут достаточно мягкую политику правители в этих странах всегда остаются национальные люди во время иисуса христа этим национальным правителем был ирод великий потом были четыре его сына по смерти правда 1 когда не было больше наследников именно в западной части и ставит четвертовластника уже понтия пилата из рима потому что не было прямых наследников и некого было поставить рим поставил временно своего управителя разрушение русалимского храма было не по причине и нежеланию как ты гришь во первых не нейрон это вообще не нейрон был узнать потрудись кто в это время был императором рима кто был главным генералом военачальником армии потрудись узнай ты пишешь вот эту чушь людям я еще раз очередность хочу обратить внимание проверяйте всю информацию то что я вам сказал пожалуйста проверьте хоть как-нибудь я понимаю вы все толмуды не перечитаете но вы если хотите рассуждать и познавать истину вам слушай такого как я неважно на мой тон убедительность голоса мимику это просто информация ее можно проверить разрушался храм не при нейроне и цель разрушения храма было вовсе не прекращение иудейских жертв вы помните какая еще павел пришел в грецию и там пантеон богов стоял до всех почитали пожалуйста иисусу кланяйтесь да кланяйтесь еврейскому богу яхве да кланяйтесь никто никогда не не вторгался и не пытался менять этнос там народную культуру религию пожалуйста время одна своему кланяются до были шиза начинали ехать что император это бог так ну и с нейроном тут я соглашусь то же самое происходило но это у каждого императора ехала крыша а александр македонский ты не в курсе что с ним было то же самое точно также обогатворили он точно также была поставлена статуя и призывали или принуждали что мы история пусть это останется кланяться да а ты читал библию ты вспомнишь что было при царе на выхода носоре а разве ему статую не поставили не призывали всех кланяться так может тогда иисус уже прошлое рассказывал по твоей логике раз ты рассказываешь про нерона так можно рассказать тогда может это Прощай, евреев. Может, Иисус еще раз в прошлое рассказал, что уже творилось при Данииле. А чем тебе, ну, худоносор, не антихрист? Кто знает, Библия это как раз тоже один из образов, конечно же. И там цикличность истории, прообразом он является этих последних времен. И я докончу свою мысль, чтобы вы это проверили и вот поняли бред этого человека и подобных ему, которые такую проповедь ведут. Неважно, даже в виде комментариев под моими или другими роликами. Цель разрушения храма в Иерусалиме была простая. Был разрушен не только храм, а кто знает, весь Иерусалим, не только храм, а сам Иерусалим был практически изничтожен. По какой причине? Потому что евреи все-таки взбунтовались. Против этого ненавистного римского ига. Кого хотели видеть во Христе, да, вожака. И в очередной раз там был бунт, вырезали весь римский гарнизон, объявили себя свободными. Ну и, естественно, император Рима присылает своего, намекнул сына, начальник армии, полководца. И была осада несколько лет, кто знает, это называется Иудейская война 68-70 года. Пожалуйста, забейте и узнайте. И храм был разрушен не по причине, что они хотели, чтобы евреи не поклонялись Богу. Нет, а просто по их гордыне, их упертости, потому что, причем, конечно, кто знает, что такое храм, вы вспомните, опять же, посмотрите, что такое храм так называемого Соломона в центре. Это же такая же крепость. Сначала есть город, у города есть и пригородные земли, есть, к слову, город – это ограждение. Есть еще забор, есть в центре города бывают еще разные кольца и разные круги, куда можно отходить, отходить в оконцовке. Вот именно в центре города стоит храм, который тоже является отчасти крепостью. И в оконцовке все там скрывались. Вот и все. Конечно же, когда был такой наглый бунт и несколько лет, вы подумайте об этих словах, несколько лет была осада. Это же не вот так они пришли. Сколько было на них денег, времени, силы, крови потрачено, так скажем, римскими войсками. Они, естественно, в ярости и злости. А если вы почитаете внимательно и прислушаете к моим словам, то вы узнаете, что этот сын императора, полководец, не хотел разрушать этот храм. И он пока сам-то доехал, ну, естественно, где сидят генералы в шатрах там еще, его уже подожгли, сожгли и разнесли в клочья его же военные. И он ужаснулся, когда он пришел, и он не хотел его разрушать. И команды такой не давал. Просто что такое армия, кто знает, это куча негодяев, на самом деле. Это куча отмороженных людей в любой армии. Там нормальные люди не служат. Армия-то куча отморозков. Эти отморозки, еще без приказа своего военачальника, ворвавшись уже в Юрусалим, когда уже была вот эта осада побеждена. Видите, какой вам целый эксурс истории провожу. Почитайте, все это доступно. По крайней мере, это официальная история. Но человек-то ссылается на нее, я тоже ссылаюсь на нее. И был разрушен, хотя сын, ну вот этот полководец Рима, не хотел этого, и ни отец не отдавал этих приказов. То есть человек пишет вот абы чего, даже не зная, о чем он говорит. Еще, разве Нерон сел, я говорю, в этом храме, он не прекращал жертвы эти. Это не он сделал. Храм разрушен, не при нем. Он не был императором. И он разве сел на святом месте, в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Ну, выдавали они все, я говорю, посмотрите, на всю историю человечества, да. Это еще Адам сделал с Евой. Сделает, делает Нерон? Нет, ты, конечно же, просто ошибаешься в этих элементарных вещах. А по моему разумению, по твоему разумению, да, то есть, значит, другие толкователи любящие истину игнорируют четкие слова, а ты не игнорируешь. Но по твоему разумению мы находимся где-то, и я вот хочу обратить внимание, я говорю, на людей, которые что-то... Причем, заметьте, это, знаете, вот, кто меня, вот, я говорю, давно смотрит, я уже много раз говорю, что я пытался из статьи писать. Мне мысли даже тяжелее выражать на бумаге, хотя меня некоторые доброжелатели, так скажем, мне даже советовали, наоборот, начинать писать. Писать, потому что, когда ты пишешь, ты более грамотно выражаешь свои мысли. Ты учишься излагать их кратко, что мне, кстати, тяжело, да, я вот люблю пространные речи. Четко, понятно, ты можешь поправить что-то, более правильно все это собрать, донести, да. Но вот сколько я пытался, мне это не дается. Человек пишет текстовые комментарии. Ты даже сам вчитайся в то, что ты сам пишешь. Ты пишешь, конечно, не суразицу, не лепицу, а колесицу, как угодно. А по моему разумению мы находимся где-то, то есть, мы сегодня с вами, люди, живущие в третьем тысячелетии от Рождества Христова, сегодня 2020 год. И человек пишет, что по его разумению мы находимся где-то в чем? В тысячелетнем царстве Иисуса Христа. То есть, мы в 2020 году, после первых ранних христиан, где антихристом был Нерон, три года по книге Откровения, три с половиной года длится царство антихриста, потом, во-первых, идет пришествие Христа, то мы с вами находимся в 2020 году в тысячелетнем царстве, будучи в смертных телах без Христа. Мне интересно, это пишет христианин вообще? Ссылается вроде на Евангелие, на послание апостолов. Ну, кому неизвестно, я все-таки озвучу кратко Евангелие Иисуса Христа. Ты живешь, грешишь, познаешь истину, каешься, меняешь свою жизнь. Либо, как говорил Иисус, да, или Павел, или другие апостолы, что те, кто доживут до второго моего пришествия, говорил Иисус, кто-то воскреснет, а кто-то будет прям так вот меняться. Смертное будет обретать бессмертие, тленное не тление. Это говорил Иисус, это писали у апостолов, это написано в книге Откровения. И мы будем тысячу лет в книге Откровения. Вообще, все это еще Бог. Книга Откровения – это две главы Евангелия от Матфея, которые вот так вот раскрыты, все эти тезисы, очень маленькие цитаты из апостолов по этим местам. Книга Откровения все это рассказывает. 20-я глава описывает тысячелетнее царство тоже одним предложением, но до этого будет явление Христа, дьявол будет связан, брошен. Вы все это помните, да, кто нет, может посмотреть книгу Откровения. Это ролик на проповеди, человек написал комментарий. А у меня есть целиком записанный чтение с комментариями книги Откровения. Там все это четко описано. И потом уже Великий Суд, когда уже все воскреснут, все грешники, все язычники, все на свете, все восстанут. И будет общий суд, как его называют, Великий. Все же написано. Вот этот сторонний наблюдатель. Я бы с такими людьми с радостью общался по скайпу, хоть посмотреть ему в глаза, пощупать этого человека. Кто ты? Что ты? Как ты мыслишь? Ты это вообще читал? Ты в это веришь? Если нет, другой вопрос. Во что ты тогда веришь? Где ты это взял? Ты сам приводишь эти места, которые явно об этом говорят. Это прямые речи Иисуса Апостолов и в книге Откровения цитаты мысли того, кто до нас это доносил. В каком мы тысячелетнем царстве в 2020 году, будучи в смертных телах без Иисуса Христа? Это что за тысячелетнее царство? Такую протяженность уже 2020 лет. Это тысячелетнее царство 3000 лет или что? Да такой, мне вообще, вот как это вот понимать, расскажите мне. Вот тысячелетнее царство – это двусоставное слово. Его не надо толковать, его не надо комментировать. Это тысячелет, земных лет, потому что Иисус вернется в тот раз на эту же землю грешную, где то же самое летоисчисление, оно никуда не денется. У тебя тысячелетнее царство 2020 лет уже идет без Иисуса Христа в смертном теле, в котором мы все умрем. Мы никто не изменился, мы какие были, так и остались. Это, думаете, конец? Нет, мы же с вами не дочитали. Или уже на суде по делам. Слушайте, ну больше глупости. Я говорю, я, конечно, я много раз вам рассказывал, что я встречался или там, ну, по скайпу кто-то потом выходил на связь с людьми. Я понимал, что есть люди, конечно, не очень умные. По природе, что ли, такие. У разного склада ума. Есть психически больные, мне звонили люди. Я когда видел, кто со мной разговаривает, там вообще караул. Человек кричит, визжит, не в адеквате. Разные у меня были, да. Или просто я вижу, что человек немножко того. Это видно по природе, да. Психически, физически я там даже разбираться не хочу. Бесноватые духи какие там в нем. Да, я вижу, что человек неадекватный. Одним словом я вам могу передать это. И вот, конечно же, я же не вижу вот всех этих людей. Что значит мы на суде? Слушайте, вот вы у меня, я думаю, что 90% все-таки, 5%. Вы можете со мной быть не согласны, не любить меня. Но мне кажется, вы адекватные люди. Хотя, кто знает, это процентное соотношение. Вы ощущаете себя уже на суде Христовом? Я не пойму, если тысячелетнее царство со времен Нейрона, то есть первых христиан прошло, мы уже тысячу лет еще на суде уже торчим? Я говорю, человек вообще книгу Откровения читал. Там земля и все дела на ней сгорят. И море, и ад, и озеро огненное. Все отдаст всех людей. Все воскреснут. Все, вообще, все. Павел писал, что все. Петр писал тоже во втором послании, что все сгорит. Земля и все дела на ней. Все мы восстанем. В нетленном. Даже все грешники, так скажем, нежелающие люди, кажется, тоже обретут бессмертие. Просто потом одни пойдут в одно место для обучения, на зону поучиться, полетят в гиену огненную. А люди, исцелившиеся, избавившиеся от грехов, от страстей, от зла в своем сердце, очистившие свою жизнь, будут со Христом уже в новом земле, на новом небе, в новом небесном граде Иерусалиме, где Иисус и будет, и светом, и солнцем, и храмом, и всем для нас на свете. Что-то у меня горло. Человек вообще читал вот это все. Земля и все дела на ней сгорели. На каком мы суде? Вы знаете, я вам последний раз фиксирую этот комментарий на экране, чтобы вы даже никуда не ходили. Поставьте на паузу, прочитайте его еще раз. Я, в принципе, давайте прочитаю, на нем закончим, и кое-что я еще от себя скажу, общие мысли. Давайте просто еще раз его прочитаем. Теперь вы знаете его особенно концовку. Почему? А по моему разумению, я концовку прочитаю, мы находимся где-то в тысячелетнем царстве, в 2020 году, после евангельских событий, или уже на суде по делам. Во-первых, человек еще, еще абсурд последней фразы, то есть человек сам не знает. Вот, значит, такие толкователи, знающие истину, у которых все по полочкам, которые из ролика в ролик говорят одно и то же, с любым человеком. Говорим одно и то же, я все одно и то же говорю. Я не меняю своих мнений, я не пророчествую то одно, то другое, то третье. Нам все понятно описано. Иисус все понятно говорил, апостолы, книга, откровения дана, есть вся Библия. Да, можно увидеть цикличность всего происходящего. В каждые времена есть свой Антихрист. В каждые времена мы все умираем, все воскресаем, так скажем, в покаянии. Со Христом живем свое здесь тысячелетнее царство, когда, я всем говорю, посмотрите на меня, насколько я радостен и счастлив, обретя истину. Потом по плоти, когда изменимся, будем уже со Христом в вечности. Да, это можно, как кто знает, я все время употребляю такое понятие, как круги спираль Фибоначчи, круги Фибоначчи, спираль Бога. Узнаете, что это такое, я сейчас уж не буду об этом разглагольствовать. Это все, конечно, схоже, поэтому можно и Нерона там, и всех на свете за Антихриста выдавать. И что дальше-то? И Сталина, и Ленина, и кого только не выдавать. Ну и что? Ну, как такового его еще не было. Так что вот так вот. Давайте еще раз, я говорю, напоследок прочтем комментарий. То есть человек заканчивает его, что по его мнению, мы находимся где-то в тысячелетнем царстве, слышите, ничего себе, где-то, знаете, как это говорит, плюс-минус километр, вот это два локтя по карте, из этой серии. То есть, ну ты, конечно, великий толкователь, я думаю, у тебя просто столько должно быть последователей. Я прям первый. Плюс-минус километр, два локтя по карте, где-то в тысячелетнем царстве или уже на суде по делам. Вообще до лампочки, где тысячелетнее царство со Христом и суд по делам. Знаете, это вообще. И еще раз при этом читаем наезды этого стороннего наблюдателя. Почему почти все толкователи и знающие, то есть, он знает, знает, он знает, что мы где-то, знаете, я знаю, что мы где-то живем. Какое великолепное умозаключение. Я живу. Ну, где-то на земле. Слушай, ты просто гениальный толкователь. Ты знающий истину, да. Где-то в тысячелетнем царстве или где-то на суде. Игнорирует четкие, ясные слова, которые как раз ты, ты вообще всю Библию игнорируешь, я уже привел. Это я еще, конечно же, из этого ролика опять не делаю. Пересказ всей Библии, все, что касается вообще последних времен. Это я так, кто хочет, я говорю, может обратиться, у меня на канале это есть, поэтому мне сейчас это в жизни теперь упрощает задачу. Я всегда отсылаю на свой канал про чтение Библии. Игнорирует четкие слова истинную истину. Истинную истину, говорю вам, не придет род сей. Под родом подразумевается человеческий род. Что никуда мы не изменимся. Это, кстати, еще раз хочу сказать уже кратко все-таки уже свои мысли. О роде говорит, что вот эти все, там, кто сейчас эти в интернете особенно, ну, понятно, неважно в каких средствах информации наносят всю эту шумиху, страхи, что тут скоро мы киборгами будем, да, биороботами, в нас там чипы вживят, мы ничего соображать не сможем. Род наш не переведется. Доколе, что все это не случится. И уже Павел говорит, говорю вам, тайну не все мы умрем, действительно, но все изменимся. Поэтому все эти бредни о восхищении церкви до якобы великой какой-то там скорби, это все полная чушь. Христиане будут жить и до времени пришествия самого Иисуса Христа во второй раз на землю. Но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, и вострубит, и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. И при этом эти толкователи постоянно... Ну, все, это уже неинтересно, это мы уже с вами читали. Я не зря хочу остановиться на это просто высказывание апостола Павла и сказать, вот еще раз обратившись к тем, кто вчера куда-то там возносился на небеса, никуда они не вознеслись, ни на облачке, ни ко Христу. Вы перестаньте лгать и пророчествовать. Вы уже новые даты назначаете. Вы посмотрите на тех сектантов, которые, не важно, свободных там во Христе, этих еретиков, которые всю вот эту чушь несут постоянно. Вы кто назначаете опять? Я просто заметил, они только вот лоханулись, и они уже... Они еще вчера, они еще даже не разнеслись, но они уже некоторые переназначают даты. Кто усомнился? Хотя он ждет, переназначает и опять ждет. Я думаю, господи, неужели человеку ничему жизнь вообще не учат? Я поражаюсь просто. Я говорю, посмотрите на апостола Павла. Он был убежден. Он говорил, не вы, не они будущие. Он говорит, мы, да, правильно. Павел говорил, как будто о себе мертвые воскреснут. Он не был мертвым на тот момент, когда писал письмо, он его произносил, или сам писал, или за ним кто-то записывал, он его диктовал, начитывал, так скажем. А мы изменимся. Он сказал, мы. Он считал, что Иисус придет вот-вот, как и все ученики. Поэтому Иисус говорил, бегите до краев земли. Две тысячи лет прошло. Не пришел Иисус. Не воскресли мертвые во Христе, не изменились живые во Христе. Перестаньте людям вешать эту лапшу на уши. Вы никакой пользы от этого не получите. И не принесете никакой пользы и счастья людям. Все, что мы должны знать, и проповед, как и делал Иисус, что эти события когда-то будут, все, перестаньте назначать сроки. Вы противитесь истине, самому Иисусу Христу. Он сказал, когда его спросили об этом дне, вы что, настолько тупые, никогда не читали Евангелие, он сказал, никто не знает сроков, только Отец. Какого вы вообще ежика берете и назначаете даты? Вы совсем обезумели? Перестаньте это делать. Вы никакие не пророки, вы лживые пророки. Вы не знаете истины. Мало того, что вы избавьтесь от этого лживого учения о каком-то вообще вознесении церкви до великой скорби. Это ложь, которой нет места никакого в Новом Завете. Скорби были правильные. Единственное, с чем могу согласиться, уже второй раз говорю с этим комментатором, что гонения были при Нероне, и что, и при всех, и Павла гнали без Нерона свои собственные иудеи, потом вот такие же восстающие в его же насаженных церквях еретики, у кого нет воскресения, у кого уже все воскресли и уже все пробухают, отмечая тысячелетнее царство. Что вы несете? Разве это смысл жизни? Разве об этом учил Иисус? Разве Иисус говорил об этом пророчествовать или проповедовать, или назначать сроки? Да, мы знаем эти события, сам Иисус нам их открыл, события, события, не сроки. Вы что, умнее что ли Иисуса, умнее истины? Нет у вас никаких пророчеств, вы лжецы. Покайтесь в этом и несите людям благо, любовь и добро, и учите их любить Бога во всем его проявлении, в животном, растительном и человеческом обличии, ибо Бог всячески во всем. Кто хочет познать истину о последних временах, мое последнее слово всех отправляю на мой канал Христолюб Библии и Иные Писания. Там записана вся Библия целиком. В частности, начать надо с Нового Завета, если вы хотите что-то понять о последних временах, и даже если вы читали в своей жизни Евангелие, думаете, что вы его понимаете, я вам рекомендую начать вместе со мной читать его заново. Прежде чем за книгу Откровения, братцы, познайте истину. Истина не в том, что вы узнаете, когда вам чемоданы собирать для вознесения на небеса, а в том, что вы поняли, что вы бессмертны, приняли это, смирились. Потому что, когда вы жили без этого принятия, жить было тяжко, а теперь радость. И свободно изберите любовь, деятельную любовь ко всему Божьему творению, а то бишь к самому Богу во всем себя проявляемым. Начните с Евангелия и закончите книгой Откровений. И пройдетесь и по всем апостолам, я все эти места разбираю, когда мы идем по порядку и видим их в контексте. Вот тогда у вас мозги встанут на место. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok